Дорогие подписчики, дорогие гости моего канала, я как всегда вас рада приветствовать. Вы на канале Татьяна Гелакси, я доктор наук интегративной медицины США. Друзья мои, несмотря на то, что я пытаюсь сохранить темы на своем канале, которые будут касаться только нашего здоровья, иногда ваши вопросы меня сподвигают на то, чтобы я дала совершенно другие ответы на ваши задаваемые вами вопросы. И вы знаете, в последнее время мне задают вопрос, который совершенно не относится к здоровью, но, скорее всего, я решила, что это также здоровье, только это, я бы сказала, эмоциональное здоровье. И сегодня мы поговорим с вами на тему, как правильно в последний путь проводить человека. Сразу хочу вам сказать, если у вас есть какие-то эмоциональные всплески, какие-то, ну, у людей все бывает, тем более сейчас, вы лучше это видео послушайте тогда, когда вы будете уже в более спокойном состоянии, либо вообще его не слушаете. У меня с этим проблем нет, но я эти вопросы получаю уже где-то с 16-го года, а тут люди совершенно с других, совершенно с другого континента, с других вероисповеданий задают мне те же самые вопросы здесь, где я нахожусь. Тут задают вопросы с других стран на Ютубе, а тут еще здесь. Думаю, ну, значит, настала тема поговорить на, как бы, на эту тему. Что я по этому поводу думаю и почему я думаю? Но многие, кто задает мне вопрос этот, они прекрасно понимают, почему и кому они задают этот вопрос. Наверное, потому что я не просто врач, а могу дать более развернутый ответ и очень хочу дать развернутый ответ, потому что вот эти квики, быстрые ответы – это не для меня, и это неправильно. Если вы хотите чему-то, что-то знать, вы должны на это уделить, хотя бы посвятить время. Это называется обмен энергиями. Вы получаете какие-то знания, но вы хотя бы отдайте свою энергию тем, что вы посадили себя на стул, на диван, куда хотите, и вы внимаете этой информацией. Это правильно. А если вы хотите все сделать в бегах, вы никогда ничего не получите. Поэтому ответ у меня будет очень даже развернутый. Друзья мои, как я могу ответить на этот вопрос? Как правильно проводить человека в последний путь? Сделать ли кремацию или обычные похороны делать? Вы знаете, что я, конечно, над этим вопросом не только задумывалась. Я сейчас вам объясню, откуда как бы я иду. Ну, во-первых, сразу хочу вам сказать, что в мире существует множество религий, множество традиций, множество вероисповеданий, множество, я не знаю, всего. Всего. Мы живем в разных странах, у нас разные могут быть культуры, у нас разные языки, мы идем с разных совершенно понятий. И у каждого человека нет такого, чтобы у кого-то была какая-то неправда. У каждого человека есть своя правда. Я не тот человек, чтобы сейчас вам что-то навязывать свое. Я тот человек, который высказывает свое мнение, так как у нас на это у каждого есть свое право, но высказывает в той форме, которая не заденет и не сделает больно другому человеку, не заденет другого человека. И так как люди спрашивают меня, этому есть причина, и я поэтому выскажу, конечно же, свое мнение. Друзья мои, по поводу того, что очень многие сейчас люди стали кремировать как бы своих родственников, близких, наверное, это тоже правильно. Хранить людей, конечно, тоже правильно. Нету однозначного ответа. Все зависит от очень многих факторов, как я уже перечислила выше. Также очень многое зависит от финансового фактора, особенно в определенных странах. Я сейчас буду говорить с той точки зрения, как я живу, вот, скажем, в США, и что я видела в Советском Союзе, как хоронили людей там. Я, наверное, не наверное, а уже столько лет прошло. Я уже в США 32-й год, и я прекрасно понимаю, что с тех пор, наверное, все намного улучшилось, что уже все делают правильно, как нужно для того, чтобы человек не гнил, не валялся в какой-то яме. Я вот вам что хочу сказать. Наверное, все уже улучшилось. И если что-то уже улучшилось, это, конечно, хорошо. И опять-таки, тут, наверное, зависит все от финансового состояния человека, кто на что гораст. Когда я была маленькая, и сколько тогда по нашим, как бы, мы были маленькие дети, нас также брали на кладбище, мы смотрели, какие там ямы, что там вырыто, сколько там воды. Мы видели эти гробы, конечно, маленькие дети, что могут понять? Это сейчас мы понимаем, что неправильно было вот в эти ямы просто кидать вот эти гробы, потому что даже мы, маленькие дети, понимали, что, ну, хоть и не хочется говорить об этом, но это тело, которое еще недавно ходило, жило, было веселым, счастливым, оно теперь будет там просто гнить им, и, ну, ничего с этого хорошего не будет. Сами понимаете, там и черви, там и всякие, и мошки, и все что угодно, понимаете? Хорош ли это был способ для тех времен, для таких гробов вообще? Конечно, я не думаю, что это был хороший способ, да? С другой стороны, опять-таки, если мы привыкли, если мы в этом жили, и у нас другого выхода не было, то, наверное, это был единственный выход. Сейчас есть другие выходы. Сейчас очень многие люди считают, что кремация – это нормально. Я, например, лично считаю, что тоже это нормально. И похороны – это тоже нормально, понимаете? То есть тут нужно смотреть, смотря, с какой точки зрения ты подходишь к этому вопросу. Если, например, ты понимаешь, что, вот, скажем, пожилые муж с женой, да, и некому будет, скажем, после твоего ухода ухаживать, скажем, за могилой, и ты прекрасно это понимаешь, что никто не придет, никто там не почистит, цветочки свеженькие не поставит и так далее, то для чего нужно вообще иметь эту могилу? Для того, чтобы потом ты просто, как бы, кто-то после тебя, если особенно нету родственников, там детей нету или так далее, чтобы кто-то после тебя эту могилу, как бы, разрыл и положил туда что-то другое, вырыл тебя и просто вообще тело куда-то ушло. Я не считаю, что это, как бы, правильно. Тут нужно немножко рационально смотреть на все, потому что, вы понимаете, тема у нас сегодняшняя такая, которая еще не миновала никого, какое бы средство макрополуса люди не употребили бы в жизни, но эта тема, она касается абсолютно каждого человека, и самого старого, которому уже 120, может быть, 130 лет, и новорожденного, это тема, которая не обойдет абсолютно никого, и поэтому мы должны быть как-то более приземленными людьми, я бы сказала, чтобы говорить на определенные темы. Естественно, если бы вы меня спросили об этом 35 лет тому назад, я бы, наверное, была, как бы, ну, что я могу сказать? И вот тогда я приехала в США. Это 32 года тому назад. Я приехала в США. Сейчас я вам расскажу. Наверное, это, может, кому-то будет интересно. И с первого дня, как я приехала, значит, здесь уже почта рассылается. По сегодняшний день вот такие вот, слава богу, сейчас есть электронная почта, которая все, все счета приходят на тебе на почту там. А тогда это все, да и сейчас тоже, вот эти вот рекламы все постоянно рассылались и рассылаются по домам. И вот одно из реклам, я, естественно, я не говорила на английском языке, я ее перевела, и мне сразу стало плохо. Реклама была такая. Начать готовы ли, как она звучала, купили ли вы место на кладбище для себя, для детей, для родителей? Вот вы понимаете, я человек из Советского Союза. Нас не обучали говорить об этом. Для нас это было... Вообще, с людьми это не обговаривалось. Я считаю, что это было очень неправильно, потому что... Ну, потому что неправильно это было. Вот и все. Потому что каждый человек вправе решить, как он хочет уйти с этого света и что он хочет, свой последний путь. Я так считаю. И, ну, конечно, если уже очень поздно человеку этот вопрос не был задан, а у него уже, скажем, проблемы когнитивного характера с главным мозгом, то у человека уже должно решение принимать должен кто-то другой. Или внезапная смерть бывает, тоже кто-то другой должен принимать в этом участие, в решении этого вопроса. И вот здесь присылаются через день вот такие вот рекламы. Купил ли ты место на кладбище, там, место там для ребенка, для родителей. Вот такие вот вопросы. Вы знаете, мне было на самом деле настолько не по себе, что в один прекрасный день, ну, я, конечно, терпеливый человек, да, но когда есть и мое терпение заканчивается, это... Все знают, что это плохо. И вот я выучила очень большое количество фраз и позвонила туда. И сказала, какое вы имеете право присылать мне такие вопросы, делать так, чтобы я думала о смерти, и как вам не стыдно, и я не готова. Почему вы решили, что я должна быть к этому готова? И вы знаете, что вопрос... Я поняла, что мне отвечают, что к этому никто не готов, что на самом деле все люди, как бы мы все ходим под всевышней силой, что очень многие люди просто на машинах каждый день едут, и это не значит, что водитель плохой или что-то, что от чего угодно человек может там покушать рыбу, и, не знаю, косточка застрянет, и все, понимаете, и он может просто попихнуться и умереть. Водой можно... То есть мы все от этого фактора, от фактора смерти, и перехода в другую, в другой Dimensions, да, в другой уровень, скажем, на другой уровень, мы никто не защищен от этого. И вот я, значит, услышала это вполне спокойный, вполне нормальный голос, и я поняла, насколько это действительно, это правильно, понимаете? А то, что рассылаются рекламы, это также правильно, потому что это также бизнес, потому что если человек имеет, скажем, свой funeral home, там, дом, скажем, funeral home, ну, дом, ну, дом, через чего человек должен пройти, похоронный дом, вот. Значит, если человек имеет свой похоронный дом, это его бизнес, он продает, там, скажем, земли, или не он продает земли, участки, ну, и так далее. Потому что в Америке у нас здесь нет, вот, государственный пошел, там, захоронил человека, и все, нет. Все это private, все это чей-то кому-то относится, этот бизнес, понимаете? Вот. Ну, и вот так вот, с такими вот ответами на протяжении всей своей жизни я стала все более и более как-то понимать, что это все очень даже правильно, что человек должен быть, в принципе, как-то подготовлен. А по поводу того, как правильно попроститься с человеком. Опять-таки, это личное дело каждого человека. Очень многие люди должны понимать, что если они, как я уже сказала, не могут ходить, скажем, на кладбище, ухаживать за могилой, то для чего нужно держать за собой вот это вот место, да? Очень многие люди, например, сами просят, чтобы когда они умерли, их прах, например, над каким-то местом, куда они очень любили ходить, скажем, это какие-то горы, какая-то природа над каким-то озером, чтобы взять вот этот прах и развеять этот прах там. Разве это неправильно? Это тоже правильно, потому что люди не хотят иметь вот эти вот аттачменты, знаете, вот эти вот привязки. То есть, да, всё, так человек хотел, его душа вечно остаётся над его любимым местом, это тоже правильно. Давайте посмотрим, как, ну, опять-таки, я иду с того момента, когда я уезжала из Советского Союза, это 32 года тому назад, и как вот хоронили, скажем, наших близких, да? Ну, сказать теперешними глазами, сказать тихий ужас, это, конечно, страшно, как хоронили. Вырывали вот эту вот яму, в этой яме было полно воды, непонятные черви, всё что угодно, потом клали вот этот вот кое-как красивый гробик, который через неделю уже разложится, потому что он весь был обид вот этим материалом. Правильно ли это было? Скорее всего, это было то, что люди имели, другого не было. Ну, потом я знаю, что когда я уехала, уже всё, значит, стало более цивилизованно, уже гробы стали очень делать красивые, там, может быть, из дуба, из, я не знаю, из пластика какой, я не знаю, я не была там все эти годы, я не тот эмигрант, который уехал из страны, и потом ездит туда каждый раз, и как бы в курсе дела всего. Но у нас, слава богу, есть интернет, интернет есть давно, общаюсь я с людьми с теми, которыми и, слава богу, и родня там есть. И, кстати, по поводу интернета, хочу сказать, что вся информация, которая даже те же самые новости, которые должны выйти на территории, скажем, страны СНГ, они вначале выходят здесь, вначале мы их видим, потом вы их видите через буквально, может быть, в течение 30 минут. То есть сюда доходит информация намного быстрее. Я, слава богу, смотрю фильмы, документальные фильмы, и все это я поняла, что там уже есть такая же прекрасная служба, похоронная служба, и прекрасные вот эти вот гробы, куда можно как бы положить своего близкого человека, и как бы не думать о том, что ты его куда-то кинешь, и он там просто сгниет, понимаете? У нас, по нашим понятиям, я иду от тех понятий, которые я сама, через которые я сама прошла. У меня здесь в 2003 году умерла моя бабушка, вот, и это был как бы американский новый опыт для меня, хотя я уже к тому времени прожила здесь, сколько, 20 лет, 22 года, да, 22, правильно я говорю? Да. Нет, 2003, 91, сколько, да? Сколько это было? 12 лет. Да, 12 лет, чтобы я переврал тут. Вот, и для меня это был уже новый опыт, и вот я иду в этот похоронный дом. Я иду в похоронный дом, и там, значит, ну, конечно, это произведение искусства, там, такие шикарные люстры, хрустальные висят, такие картины, такие, ну, красота, короче, красота. Идешь туда, и говоришь, что вот, твой близкий умер, и я бы хотела, чтобы вы этим занялись телом и всеми похоронами. Чтобы они забрали уже человека с госпиталя сами, и они все это делают сами, забрали. И, ну, конечно, никаких проблем. Меня завели вот в этот зал, где очень-очень много разных, разновидностей, гробов. Поначалу, когда ты вот туда просто заходишь, как-то вот, как бы дыхание вот даже останавливается, знаете, а я еще была беременная тогда своей дочкой, и вот я в таком состоянии захожу вот в эту комнату, там очень красивые гробы, и он у меня стоит, он объясняет, это сделано с такого дерева, это сделано с такого дерева, это здесь вот такая крышка, там вот такая, такая прокладка, очень объясняет, 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 я думаю, боже мой, как много объяснений. Я выбираю для своей бабушки гроб, как я его назвала, барби гроб, я сказала, ой, это же барби гроб, он сказал, да, это барби гроб, он розового цвета, он был очень красивый, розовый перламутровый, с белым перламутром, и все, ну, и все было золотой окантовочке, золотой окантовочкой, очень красивая прокладка, и все, 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 ну, просто вот королевский, да, и я сразу уже, значит, так как это, такой гроб будет, значит, ей нужно заказывать такое же платье, такой же маникюр, такой же, как бы макияж, чтобы все это было, да, для многих то, что я сейчас говорю, может показаться очень диким, но человеку в последний путь, тем более моя бабушка была голубых кровей, она все время, у нее был маникюр до последнего дня, все, 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 и, да, в общем, мы ей выбрали то, и сережки, все, все, все выбрали, чтобы все было мячем, да, чтобы все было одного цвета, вот, и, и после этого, как я выбираю гроб, меня проводят в другую комнату, и в другой комнате вот эти вот, волт, они не все, два, два были, один, ну, полный, а остальные, там, значит, были кусочки, и, чтобы показать людей, с какого материала это сделано, и сколько там вот этих слоев, да, но, я ничего не, тогда как бы не очень поняла, вообще, для чего гроб есть, ну, по детской своей, как бы памяти, да, а тут еще вот этот вот вольт, ну, на русском это, вольт, да, наверное, вольт, тоже узнала впервые, когда вот это уже случилось, и он мне говорит, какой вольт вы выбираете, вот этот или вот этот, я говорю, оба хорошие, какая разница, он говорит, вот этот вольт, говорит, он будет preserve body, да, и гроб, то есть здесь гроб будет точно такой, какой вы его сейчас видите, на протяжении тысячи лет, а вот этот будет на протяжении двух тысяч лет, ну, я так посмотрела, я говорю, тысячи лет, хватит, хватит тысячи лет, вот, да и разница там была, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, у меня дома все реситы, все чеки остались, что мне там, за что я платила, и вот разница была, по-моему, где-то в четыре тысячи, вот так вот, я сказала, нет, тысячи, тысячи лет мне хватит, бабушки мои хватит, вот, и, значит, мы, я выбрала вот этот вольт, мне объяснили, что когда, значит, земля, землю роет, потом кладется, вот этот вот вольт, потом в этот вольт кладется вот этот красивейший гроб, и этот вольт герметично закрывают так, что туда вообще, даже ни одна мурашка не войдет, да, ну, как бы, с одной стороны, мне было как-то и смешно, с другой стороны, мне было, и приятно, такое вот, знаете, это совершенно не то, что я помнила, с детства, со своей, сказать, бывшей страны, дедушку хоронили в той стране, вот, гроб был совершенно обычный, это был 76-й год, ну вот, к чему я это говорю, к тому, что у нас в США все зависит, естественно, как многие люди уже знают, все зависит от денег, если бы я хотела сэкономить деньги, я бы, конечно, бабулю клинировала бы, намного дешевле, я спросила разницу, только лишь для того, что я очень любознательный человек, и мне всегда все нужно знать, везде как бы, везде, я должна знать просто, вот, для себя, я считаю, что если человек что-то знает, он как-то растет, и растет, и растет, но иначе для чего мы сюда пришли, и вот, я спросила разницу, в общем, кремировать тогда было 700 долларов, 600, 670, 670, в общем, 700 долларов, а, похороны бабушки все вместе стоили ровно 18 тысяч долларов, вот, как-то так, значит, получилось, где-то мы, там, землю нужно было покупать, земля была, я не помню, 8 тысяч, по-моему, и все остальное, это гроб, это волт, это сервис, который они делали, и так далее, по сегодняшний день, очень многие люди, даже которые не, не из той традиции, где нужно хоронить людей, они, вернее, да, просто хоронить людей, если они даже всю жизнь хоронили, но они, например, живут в США, они не могут себе позволить похороны людей, по сегодняшний день, с другой стороны, как более, я бы сказала, как более чище, и нету этих вот привязанностей потом, наверное, кремировать людей, то есть, тут все очень-очень индивидуально, и кто на что гораст, я вам сейчас вот что скажу, и я считаю, что это очень правильно, пока мы все живые, и пока как бы у нас все, ну, слава богу, все нормально, я считаю, что каждый человек своей семьи должен уже составить, ну, наверное, может быть, многие мне говорят, что ты уже такая как прагматичная, как многие американцы, да, и я очень этому рада, потому что у меня вот это сентимент, и это все у меня потом остается, сейчас, если нужно действовать, то нужно действовать, то нужно убрать свои вот эти, эмоции, потому что эмоции, это потом, это хорошо, когда уже все сделано, потом ты взяла платочек, там выжила, это потом все, но когда нужно действовать, тут эмоции совершенно ни при чем, и я считаю так, что пока все живы, пока, слава богу, все хорошо у всех, нужно заранее этот вопрос как бы поднять дома, и заранее предупредить, например, спросить, сказать, я хочу задать вопрос, который не минует абсолютно никого из нас, да, я, например, в своем доме такое сделала, да, мы обговорили абсолютно все, даже, даже я обговорила вопрос, этот, скажем, со своей мамой, которая уже, тоже из Советского Союза, которая, при ее молодости, тоже было не принято об этом говорить, при моей такой, ну и ранней молодости, тоже об этом говорится, только вот, ну, скажем, я стала говорить в США, и обговорили, естественно, этот вопрос, да, потому что это обязательно нужно, обговорили, и, да, поначалу, может быть, как-то, ой, ну, и сразу грустно, я сказала, никаких грустно-мрустно, мне вот тут вот, пожалуйста, не надо мне вот это говорить, вы, пожалуйста, скажите, кто как хочет, все, слава Богу, взрослые люди, и все имеют право на свое личное мнение и распоряжаться, как бы, да, даже своим телом после того, как уже оно, как бы, отходит к вечному сну, и я считаю, что это очень правильно, поговорить со своими домашними об этом, и кто как хочет, опять-таки, если у кого-то какие-то стрик-рестристричные, стрик-рестристричные, то есть, ну, если у кого-то это, скажем, очень строгие правила, да, строгие правила того, что нужно именно так хоронить или так хоронить, некоторые просто заворачивают в этот материал и бросают в определенную могилу, такое тоже есть, то есть, для кого-то это дико, для кого-то это правильно, то есть, тут нужно смотреть со всех сторон, нельзя быть всегда однобоким человеком, нет людей неправильных и нет людей правильных, есть люди больные на головную там, на функции головного мозга, но это уже совсем другое, но при рассуждениях каждый человек имеет право на свое рассуждение и на свое, то, что он, скажем, решение, да, так что я считаю, что это нужно сделать каждой семье, да, обязательно нужно сделать, потому что мы никогда ничего не знаем и, конечно, ну да, если дети, конечно, там родители должны принимать решения за своих детей, опять-таки, до определенного возраста, сейчас такие дети умные, что уже в 12 лет они могут, они и в школах об этом говорят, они все знают, они понимают это, они такие умные вопросы задают, что иногда думаешь, боже мой, что ты делала в 12 лет, была одним из, скажем, одним из, одной из единиц определенного стада, понимаете, сейчас дети очень умные, они все очень, как бы, индивидуальные в своих понятиях, я считаю, что, да, нужно этот вопрос проговорить с теми, кто еще жив и следовать тому, как они хотят быть погребены, вот, как бы, мой такой ответ, все зависит от того, что вы хотите иметь, хотите ли выходить потом на кладбище и делать там свои, как бы, посиделки в одной стране, у нас тут посиделок нет, у нас тут совсем по-другому, все очень четко, все очень так красиво, постоянно на кладбищах приезжает машина, неделю-два раза все обстригается, то есть мы за этим не следим, мы за тем, что на кладбищах не следим, я не знаю, может, кто-то здесь живет в каких-то штатах, которые, в которые там, может быть, ну, какие-то, я не знаю, очень маленькие, но я не знаю, где, я знаю, что в больших городах, наверное, точно так же есть старинные кладбища, где нужно самому приходить и следить, где там уже никто не следит, я была на таких кладбищах, есть исторические кладбища, которые тоже там, ну, работники, конечно, все равно следят, но я знаю, что вот эти кладбища, где кладется плита и с вазочкой уже, это все как бы одинаково, это все очень красиво, аккуратно, ну, и также, если есть памятники, да, раньше памятники, например, у нас были очень дорогие, мраморные памятники были, вот когда я узнавала, они были очень дорогие, они начинались от, я не помню, по-моему, там двухзначная цифра в тысячах, было 12 тысяч, что-то, по-моему, было, вот, и, а плита была дешевле, вот, но плита, она намного, я считаю, что, как тогда я считала, что это аккуратнее, в общем, и не нужно, там, тоже гравировка, там, цветы, там, все это выгравировано, выгравировано, красиво очень, и дата написана, можно любую фразу, ну, написать, какую хочешь на плите, очень красиво, и потом вот этот вот, какая вот у нас есть, вазочка такая, которую можно, цветочки поставить, а если, например, ты не хочешь на зиму цветы поставить, можно эту вазу перевернуть, и воткнуть обратно вот в эту плиту, и она уходит уже под землю, а потом весной всегда можно вытащить, но у нас цветы постоянно, мы постоянно там меняем, ну, и так далее, то есть, там, ни у кого свежих цветов нет, все искусственные, очень красивые цветы, и вот как-то так, то есть, опять-таки, кто на что гораст, кто что хочет сделать, некоторые люди ставят мраморные скамейки на территории вот этого кусочка земли, чтобы просто прийти и сесть на скамейку, но я, например, считаю, что это абсолютно не нужно, мы можем несколько минуточек постоять, отдать дань, потому что эти мраморные скамейки, только вот недавно узнала, что они очень, очень и очень дорогие, там где-то уже за 20 тысяч, эта скамейка никому не нужна. Вот как-то, я думаю, что я вам эту тему осветила, и я считаю мой окончательный ответ, что тут правильного или неправильного ничего нет, кто как хочет, кто на что гораст, кто как считает правильным, это правильно, вот как-то я так считаю. И, конечно, если вы скажете, например, людям очень религиозным, которые выросли именно только вот так вот, что-то одно, как бы для них правильно, значит, это правильно, вы ничего не сделаете, так что кто как может. Но главное, чтобы, если человек уходил, и если тут есть привязка того, что ты должен посещать это место, нужно знать, не уедешь ли ты с этой страны, не уедешь ли ты с этого города, будет ли вместо тебя кто-то это место посещать, потому что получается как-то, ой, там кто-то кинут, и все. Это тоже какая-то энергетическая привязка, и я не считаю, что это правильное дело. Так что тут нужно как-то все это продумать, и обязательно разговаривать с членами своей семьи. Я считаю, что нам Творец дал язык для того, чтобы мы умели владеть всеми ситуациями, для того, чтобы мы умели бы все обговаривать, именно мирным путем обговаривать все. И вы знаете, чтобы вот так вот не прийти и сказать, как ты хочешь, чтобы тебя похоронили. Нет, к этому нужно еще уметь как бы подъехать красиво, чтобы у человека сразу не было. Hard attack. Имфаркты, чтобы сразу не было. Потому что есть такие люди, которые, ну, очень, скажем, скажут, что ты меня уже хоронишь. Вот. И это как бы будет правильно, чтобы как бы подъехать и сказать, что вот сегодня я хочу поговорить об этом. Но у меня, наверное, это как бы получается всегда правильно, потому что уже все знают, что я рациональный человек, там, down to earth. То есть, если надо задать вопрос, то это надо задать вопрос. Точно так же, как ко мне пациенты приходят, я могу им задать совершенно те вопросы, которые ни один доктор не задаст. А с ответа того, что он даст на вот этот каверсный, мною заданный вопрос, я могу полностью решить проблему со здоровьем человека. Как-то вот, наверное, вот так. Друзья мои, я думаю, что эта информация вам поможет. Пойду я дальше заниматься своим делом. Это у меня было, скажем, полчаса моего брейка. И всем пока-пока. Кому понравилось это видео, ставьте свои пальчики вверх. Кто впервые на канале, посмотрите другие мои видео, подписывайтесь на канал, если вам он нравится, если он вам не нравится. Друзья мои, широты интернета велики. Я рада, что на моем канале есть такие люди, которые задают интересные вопросы. Спасибо вам всем большое, вас всех люблю, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok